Я уже в постели, Андрей уже спит, через две кровати, а я вот здесь, там еще кровать есть, такая обстановочка, ночная тут. Я, как всегда, вружку долго тревожусь, тревожусь все время, последняя самая, что так замерзла, капец упаковался, избег холодно, мы печку не стали топить, потому что дрова чужие добывать некогда. И печка кирпичная, ему очень долго надо топить. Или так. Всем спокойно ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 7.30. Вставать не хочется, не надо. Андрей всегда раньше ложится и раньше встает. Он уже давно встал, куда-то вышел. Чем-то занимается, наверное. Не то, что я Соня за Соню. Поздно ложусь, поздно встаю. Сегодня у нас должен быть тяжелый переходной день. Сегодня, кстати, шестой день, как выходим по Танье. Я, кстати, забыла сказать, сколько километров выходим. Мы вчера примерно с Андреем посчитали, все вместе, более 70 километров мы уже прошли. За 5 дней. А нет, за 4. То есть это не считая первого дня, в который мы заброску сделали, там было более 100 километров. И потом вот 4 ходового дня, это более 70 километров мы прошли. И дела надо вставать, это завтра готовить и собираться и идти побыстрее. Чем раньше выйдем, тем больше пойдем сегодня. Ножницы нашел, подстыть, ногти маленько ходим. Ножницы нашел, подстыть, ногти маленько ходим. Хорошо вам. А, камни же есть. Сейчас отпущу камни. Пойдем по горам, будут спрятаться за камни, они по горам откажутся. Так, надо вставить чай, кофе, а я несу масло. Да? Или кашу сначала варим. А вы как? Я думаю, сварить наверное чай, а кашу и в кушку залить вам остынет. А потом кашу убрать с огня и поставить чай подогреть. Вот так, да? Ну, кашу варить будем или заваривать какую-то? Я думаю, лучше сварить, потому что это или газ, много газа уходит, да? Надо какую варить, если гречка, она быстро варится. Ну, короче, давайте какую-нибудь, я думаю, лучше сварить, если газа не жалко, конечно. Да не жалко чего жалеть. Тогда варим и кашу, и это, ну и чай, кофе там все это будет. Чай, кофе, потанцуем. Ну, танцевать обязательно, у нас хороший там танцевальный день получится. У нас тут сборы полные ухода. Ну, заодно я с вами. И готовка заодно. Кашу сейчас сварим. Ну, овсяное с сухим молоком, с фруктами. И потом еще добавим заварочные туда и ягоды еще, вишня. Что у нас тут только нет? Малина. А, сейчас. Клубника, масло туда еще добавим. Сыр у нас есть, но сыр мы сейчас не будем. Сухое молоко. Скоро закипит, кстати. Вот тут часики вот такие висят, они идут. И вот эти идут. И вот там еще часики висят, они правильное время даже показывают. Мы сравнивали. Учиметь. Тут даже ножницы есть. О, ковер такой. Это вроде как хозяина кровать. Такая. Кстати, когда-то было такие шикарные медь. У меня у прабабушки такая кровать была с такими штуками полезными. Тут вот сломанный бинокль. Мы там даже целый, кстати, находили в сарае. Вешалки все вот такие из рогов. Сейчас там еще покажу картинка вот такая есть. Сова. Она металлическая. Алюминиевая, что ли. Шапку из медведя будете показать? Сейчас. Все покажем. Тут, короче, всякие. О, там даже диски есть. С ума сойти. Мне интересно, на чем мы их смотрели. Там утварь всякая посуда. Здесь посуда. Помывальник. Это, наверное, дети прилепили. Видно, что уже более современные. Вот она такая страшненькая. Вот-вот вешалки еще хочу показать. Из рогов выполненные. Тут даже дровички вот есть. Если вдруг кто становится зимой, допустим, печку затопить на первое время. А вон там вот. Тут Андрей спал. На шикарной широкой кровати. Угу. И тут вот шапка из медведя висит. Показать помогешь. Бедная мишаня, ага. Все. Этот уже не отпадают мишанишки. Да. Когда-то бегал по лесу. Вот теперь в виде шапки висит. В избе пропадает. И вот так еще две кровати. А вот на то и я спала. Там так хорошо солнышко светится. О, кстати, вот это еще лампа. Меня вот такие привлекают вещи. Старые. У меня, по-моему, у бабушки подобная была. Классная. Она, кстати, полная. Мы могли вчера лампу зажечь. Обалдеть. Ну, когда в карты-то играли. В карты играли еще. Красиво. Красивая лампа. Люблю такие вещи старые. Ну, у нас тут скоро закипит. Уже будем кушать сейчас. Тут, кстати, еще одна лампа такая. Тоже полная керосина. У нее даже стеклышко как новая. В эту избу ходят промысловики другие. А те, кто строили, вот те, не ходят сейчас. Забросили, говорят. У нас кашечка тут варится. Вот. Поэтому еще маленько пользуются этими избами. Но уже никто не поддерживает. Так только вот. Ну, проходящие как мы останавливаются. Там промысловики, охотники останавливаются. Кстати, хотела показать окна, рамы. Плохо видно. Вот. Резные такие. То есть, люди еще старались, что-то делали. Я уже засыпала кашу вторую. У-у-у-у. Еще, наверное, на персине. Каша сладилась. А запах-то какой. Овсяночка. Сколько улыбный. Кашек. С фруктами, с орешками. Ягодки добавили. С сухого молока немножко. Кашка. Будет обалденная кашка. Я еще потом киселек себе заварил. А Андрей решил кофе заварить. И еще чай. Андрей, интересно, кофе пьет. Пьет кофе и чаем запивает. В общем, когда кофе его пьет, он не может, чтобы чай потом светлый не выпить. Вот такая у нас кашка вкусная. Каких ягод мы туда только не добавили. Вишня, малина, клубника. Там еще персик был в самой каше. Миндаль. Немножко меда. Короче, вообще объедение не завтра. Сейчас еще масло сюда добавим. Вот у нас маслица. Я сейчас еще киселек заварю. Поставила вон воду, выкисили. Тут у Андрея кофе, тут чай. Уже видно, что садятся рядом. Кашу едят уже раньше через стол. Просто неудобно через стол тянуться с одной тарелки. Приходится как-то милиться с тем, чтобы рядом сидеть. С таким монстром. Кисель скоро закипит. Мишаня. О, шкурила. Иди сюда. Надо тебя на камеру снять. Тарелку вышла помыть. Тарелку вышла помыть. Чужого не берем. Вот такой остается резьба после нас. Все вместе, все аккуратно. Все, наши превозмогания сейчас начнутся. Конкретные, мне говорят. Меня пугают, что там будет тяжело идти. Все такое. У меня троп. Кстати, Андрей облегчил немножко мой рюкзак. Забрал у меня часть палатки. Основную палатку. А дуги и колышки у меня остались. И спальник мой забрал. У меня рюкзак полегче. Еда немножко отъелась. Уже как-то немножко легче нести. Пока избушечки. Спасибо за приют. Не знаю, побываю ли я когда-нибудь здесь еще. Вот идем, идем по карликовой березке. По мху. Чтобы было в этой местности. И вот потом раз. И вот такие места. Ноги ломать. И вот там везде так под мхом. Под березкой. Прячутся эти камни, ямы. Можно ноги сломать. Идти надо реально аккуратно. Где-нибудь не встрять. В дикой тайге. На бездорожье всяком. Пока я снимаю, Андрей убегает вперед. Опа. Идем реально в нетроп. По дичайшим местам. Андрей попутно травы собирает. А я решила потом, чтобы у меня посвежее они были. У меня же потом в поезд еще. У меня тут жрут все. Уже вся чешусь. Но мне мало. Я хочу, чтобы меня еще грызли. Поэтому иду в майки. И возможно позже, когда пройдем мы эту карликовую березку. И ноги тут все переломаем. Потом я надену еще и юбку. Вот так. Потом не надо мне говорить. Как так по тайге, возможно, ходить. Да вот так. Бежишь и идешь. И все. Особенно обожаю, когда мухи в глотку залетают. И в нос со всего маху. Опа. Вот я и упала. Кочки. Все. Съемку прекращаю. Иначе я так убьюсь вообще. По такой жести шли. Там снимать нереально. Хотелось бы показать вам, где мы ходим. Сейчас тут посвободнее стало. Решила снять. Надеюсь, видно, как меня хорошо жрут. Заживо, можно сказать. Съедают. Тьфу. В рот и в нос мухи эти. О, ловушка на медведя. Уже заброшенная. Говорят, лет двадцать уже стоит. Никто ее не пользуется. Моя душа не выдержала по этой. Я надела на комарник, чтобы хотя бы мне лицо не жрали. И особенно больше всего не то, что жрут, а то, что в рот и в нос залетают. Ешь этих мух. Вообще достало мне их жрать. Я же мясо не ем. Сейчас идем по болоту. Главное не провалиться никуда ногами. Ни в какую жуть. О, какая красота. Поднялись немного. Перевал. Нам такие виды шикарные открылись. До перевала еще. Как гора называется еще раз? И-ня-птук. И-ня-птук. Наперсток. Переводится как наперсток. Фух. Вот мы тут остановились передохнуть. Нас тут жрут конкретно. Не, нога куда поменьше. Ну, поменьше. Да, мы сейчас подождем и снимем солнечные ванны, пока солнце правильное. Я загораю, но меня уже все сожрали, а мне все мало-ла-ла-ла-ла. А мне все мало. Короче, снимать как мы идем некогда. Останавливаться невозможно, чтобы нормально снять. Ну, идем примерно так. По жопе. Видно там? Я не вижу, что я снимаю в этом на комарнике. Короче, мокрая спина, а и вот впереди тоже. Короче, по такой жопе идем, что там надо под ноги смотреть, а не снимать. И вот еще жрут тут. На комарнике вообще ничего не вижу и непонятно. А лучше на комарнике или все же без него? Ну, здесь без него лучше. Потому что, блин, жрут это одно. А когда нифига не видно, куда идешь, это другое. Еще шляпа это постоянно на глаза съезжает. Еще и задыхаюсь с ними. Ну, вон нафиг, короче, да? Да. Пусть они что жрут, блин, в нос, в рот залетают. Упокойся так, чтобы так же достать потом легко было. Вот я тоже такая интересная, мадам. Поехала на Байкал называется. Вот что мне не ездилось на Байкал. Купалась бы сейчас в нем и все. Нет, мне надо по тайге ломить. Зато будете потом купаться с удовольствием. Да. Привелите. По Северо-Байкальской. Мне ж нельзя предлагать променять Байкал на тайгу. Я же променяю. Тем более, она такую дикую, в которой никогда еще не была. Ну, в смысле, в этой местности именно. Вот такие дела. Нельзя девушкам некоторым предлагать пойти в дичайшую тайгу. С мухами, оводами, комарами. Они же могут и согласиться. Когда сильно под рюкзаком человек устает, надо принять позу морской звезды. То есть, растягиваешь руки, ноги, косая сажение. Знаете, что такое? От руки до пятки. Левую косую сажение, потом правую. Вот так растянуться. Лечь. И организм сам себя стягивает. Все время идет просто буха. Дошли до озера на Мама. Вот что мы нашли. Кусочек гусеницы снега болотохода. Даже они здесь обуфруют, не только мы. Вот какая красота. Нет, не видать. Не могу все снять спокойно. Андрей без конца болтает. Хочется вот такой тишины. Какая же красота вокруг. Красиво. Типа узнать, где мы находимся. В какой-то реально жопе мира. Я взяла на Мама. Кому интересно, поищите на картах. Почуметь, как красиво. Купаться так охота. Я тут решила купануться. Если, конечно, меня совсем не сожрут. Если я смогу ввести в эту дизельную воду. Там шкаф не скользится. Маленькая полотушка. Вода холодная. Там не скользь ешь. Тихо, нужно не упасть. Скользь камням. Я еще посеком пошла Она была на 10 Прям сильно ледяная, капец Зато тут хорошо достала Сейчас еще главное выйти отсюда Не шмякнется Ноги прям сильно едут Все, сейчас меня в воде Идят заживо Ой, вышла, ура Ой, хорошо так искупнулась Только это Жаль, что С головой не окунулась И хотелось бы, конечно, галушом в такой Мозере, в диком Надеюсь, за эти дни у меня еще будет такая возможность Все-таки В каком-то таком диком озере галушом искупаться Короче, пока Андрея нету Я решила галушом искупаться По-быстрому И волосы Даже распила Галушом искупаться Здорово Как же хорошо, вы не представляете Вот сейчас я себя ощутила По полной такой счастливой Наполнилась вот этой энергетикой Дикой тайги, дикого озера Вот именно нужно, чтобы это ощутить Именно галушом искупаться Андрея так и не видать Он где-то далеко Поэтому я успела даже галушом окунуться Здорово Вообще так теперь самочувствие такое хорошее Сразу отдохнула Я же реально не могла снимать По какой жести мы там шли А там нормальная такая была жесть Просто когда идешь Реально не до съемок Андрей еще впереди идет Довольно быстро Я не могу останавливаться Снимать То есть со стороны вообще невозможно Особенно идешь Когда по кустам По мордохлы То под ногами еще То камни, то болота То ямы какие-то Нужно за этим всем следить Снимать реально невозможно Поэтому вот самую жесть Я вам показать Наверное не смогу Но если только Андрей где-то согласится Вдруг снять Ну что маловероятно Вот Поэтому вот получается Что самое интересное Самая жесть Вот этого вот В фильме не будет Невозможно в эти моменты снимать Я думала Что если с кем-то буду Ну больше возможностей Появится Такую жесть снять Ну нет Андрей впереди идет Он бежит Мне отставать сильно нельзя Вот медведи тут везде Ну кстати там шли там Какахи Раза в три Наверное встречались И следы изюбра были Вот Только рассказать могу Показать К сожалению не получается Ну Хотя бы так Так как получается Так снимаем У Андрея его до сих пор нет Далеко он пошел В дорогу разведывать С одной стороны хорошо Я хоть искупалась С другой стороны как-то опасно Так По тайге расходиться Сниму еще раз Вокруг красоту Пока Андрея нет От озера решили подняться Повыше Потому что нам этот Кустарник В котором просто нереально Идти и болото Поднялись И тут вон Лес говорят горел И одни были Торчат Под ногами Вот такое Тоже мало сидишь Один сломать Еще едят Посетилосъемку По-другому нереально Снимите Главное от Андрея Сильно не отставать Примерно он мне сказал Как идти Но все равно Не хотелось бы Сильно расходиться У нас же связи-то нет Друг с другом Мы можем конкретно Разойтись И потом уже Друг друга не найти Дорогу-то я найду назад Но вопрос Хватит ли мне времени Чтобы выйти Если я пойду той же дорогой Которой мы пришли У меня же поезд 26 До этого времени Надо Из тайги выйти Попытаюсь Тут маленько Передать атмосферу Которую мы идем На камере Всегда все выглядит Гораздо проще Блин Как тут пройти Девушки Как вот Я уже и Андрея не вижу Потому что пока я доставала Камеру И на палку я делала Он уже убежал Вот поэтому Снимать нереально В таких условиях Даже вдвоем еще хуже Потому что один убежает Я его вообще не вижу Вот такие ямы бывают Идешь и можно в них Многих оставить Поэтому Да и не видно Мы решили Передохнуть Вот например Можно только так Поварить Медведь Решил Не прокладывать Тропы Там да Ямы везде Нарыты Видно что он ходит На обычную тропу Но На тропу нет Получается Правильным местом Идем Медведь Где плохая дорога Турная тоже Ходить не будет Да Так а тут что Лес горел Он тут уходит Тут легче ходить Правда ноги сломать Можно Ничего страшного Сидим короче Тут это Кормим Насекомых Ну Кто-то кормит А кто-то Весь закроется А я как всегда Я так Он Кормлю Мне что Мне не жалко Крови Пускай идет Я уже вся Реально поеденная Не знаю Охотники Насекомых убивают Я потом Вся исчешусь Наверное Хотя у меня Аллергии нет На насекомых Я крайне редко От них чешусь Такие небольшие Пимпочки Могут быть Вот И Пусают меня Меньше Чем других Не знаю Видимо я с ними Хорошо Двожу Ну ничего Сейчас Чепыжник Закончится Она чистая Выйдет Говорю Надо Курт Сучок Осторожно Ничего Я в майке Хожу Вот 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 С такими Распушными Волосами Это Ступлюли Мне не говорили Что Где-то Ходишь Только на Яма Волосы Держи Здесь За голову А не за Кусты хотят нас выпускать. Ай, все. Жрут. Я пошла. Давай эти волосы бежим. Алина, держись. Мушкин кот. Хоть предлагаешь мне кофточку надеть. Нет? А, сейчас упаду. Как кофточка, когда жарко. А жарко это хорошо. Лучше жарко, чем холодно. По крайней мере для меня. Хоть я вся из царапанная буду, вкусная. Зато не холодно, не мокрое. Как в те дни было. Вообще загубило. Вот куда вышли наконец-то. Открытое место. Я вижу дальше, там дальше. Опять кустарник этот. Вот так вот лес сгорел, одни были, а торчат. И курум. Вон из тех кустов пришли. Сейчас вот этот курум пройдем. И опять в кусты. А где-то с этой стороны озеро там. Не видно ничего. Просто реально по жести идем. Решила немножко снять. Ах, блин. Блин. Эти кустам этим конца и края нет реально. Это я еще снимаю там, где мне полегче снимать, чтобы я могла вытянуть руку с телефоном. А там такие жесткие кусты, что там даже руку не вытянешь. Блин, такое ощущение, что эти кусты никогда не кончатся. Нафиг. Вообще нереально идти. Они выше меня просто. Ох, блин. Короче, вы спросите, зачем нам это надо и куда мы идем? Ох, блин. Да фиг его знает. Нам самим интересно. Зачем нам это надо? Блин, и куда мы идем? Ох, я его знает. Травки пособирают, блин. Вода нету. Идется к озеру спускаться. Вышли тут на небольшой такой пятачочек. Вокруг кусты. А мы решили передохнуть немножко. В конце и краем не видно. Любимый наш кустарник. Березка. Карликовая. Как же мы ее обожаем, да, Андрей? Да-то еще ничего. Карликовая. У нее ветки в обратную сторону растут. Она мельче. Там еще тяжелее. Ива и березка. Она по поясу. Идешь, чуть-чуть циркается. Она, кстати, повыше есть тоже. Показать эти горы немножко. Вон там озеро даже чуть-чуть виднеется. А вон там, Альмон. Вон там где-то. Внизу? Вон. А вот оттуда мы откуда-то идем. Дверь озера. Оно такое огромное. Оно походу несколько километров длится. Вот такие жрут нас. Просто громадные. Хотят дыры в моих штанах. Вот палец по сравнению с ним мой. Играет вода. Обновь так. Оно! 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 поближе к озеру пойдем. Красиво так. Но идти, конечно, желтно. Позашли к озеру. Сейчас водички попить. Просто уже умираю от жажды. Красиво как. Посмотрите. Мы реально подсдохли малость. Прям покупаться еще раз. Охота, может, даже искупнусь, если будет время. Мы решили перекусить, что ли. Вообще мы до Курума хотели дойти, там перекусить. Что-то Андрей, по-моему, собирается костер сейчас делать. Ой, нам еще идти. Идти нам куда-то туда. Там перевал где-то есть. Мы хотим под ним сегодня встать. Да, по-моему, по берегу можно попробовать все-таки идти, чем по этим кустам жопным. Ну, а там дальше я вижу. Там уже, по-моему, фиг пройдешь. Ну, хотя бы докуда-то. Хоть сократить. Так все-таки быстрее и легче будет. Водички наберу. Жучка в Питер. Оживительно вода. Наконец-то так пить хотела вообще. Идите отсюда. Я получаю оргазм. Вода от употребления упадет. Знаете, когда по такой жести идешь, идешь, просто ломишь. Потом рюкзак еле снимаешь. Вот реально его просто чуть не падает. И кажется, что ты его обратно уже все не наденешь. Но потом проходит время, передыхаешь чуть-чуть. Даже минут пять хватает, чтобы набраться немного силы и кидать. Будем кассирок делать, обед. Покушаем, сил наберемся. И дальше глубине. Вот дрова идут. А я вот тоже принесла. Поменьше, конечно. Вот. А у нас вот 40 киповых махарон. Махарон у чеченички варим, да? Так мы же суп все съемки. А, да, вы же хотели облегчить. Варим чеченички. Там его не надо варить. Мы его большую морелку запарим, да, вот в эту. Его не надо запаривать. Там только вода уже горячая, чтобы согреть. А мы закипятим воду и зайдем кипяченой водой. Да. Вот какой я умный. В первого раза догадался. Да. Там суп маленько надо добавлять. Ну, чай варить и рыбу делить, это я все умею. Если кому-то нужна рыбалка, приезжайте. На чай сварю и рыбу поделю. Когда холодная, я решила поскопаться еще. Ну, какого-то вилка, не знаю, получится ли. Вот тут все. А я? И я же追加. И я уверен, какährится, нужен ли. Ого,encer. И не будьте прожирывать. Это мысль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так поступают настоящие походники Обжигают банки, сплющивают И забирают с собой, а не как некоторые свиноты Во, мы даже засыпали камнями костровище и практически его не видать Как будто бы наступить и не было Выдают только вот эти дрова оставшиеся наши Все, Андрей сейчас там дособирается и тоже будет догонять Так не хотелось рюкзак надевать, вы сегодня не представляете, тяжесть эту Так хорошо поели, искупались, отдохнули И вот опять превозмогает приколаться Решили пока вдоль берега идти Сколько будет получаться Тут очень тяжело идти, потому что тут берег такой прижимистый достаточно Очень узкая полоса, где можно идти Вон, видно Пока идется, будем идти Там будет видно Тут приятнее гораздо идти Похладнее от озера И виды просто шикарные Разве с такими видами плохо идти? Нет С такими видами очень хорошо идти Даже как-то легче Идешь, смотришь, наблюдаешь Ничего так на душе Ну и вокруг здесь не менее красиво Я уже показывала, но лучше лишний раз показать еще раз А то мы же отсюда уходим Такой уже красоты не будет Будет другая красота Так приходится иногда идти Тут, короче, вода везде А поверху неохота лед обходить Видели зверь прямо в воде Следы копыта были в воде Отгревали на песок Ай Давайте я спридержу Или подклакну Там вот рыбки прям выпугивали из воды Маленькие Я не успела снять Так вообще интересно Пока камеру достала, они в воду Прям штук, наверное, 10 было Мелких Что за рыба, не знаю Я разбираюсь выиграть По берегу не пойдем? Где по берегу? Да тут нормально живы пока идти Сюда мне пока в кусты не сильно так хватит Ничего тут медведь постарался Сюда грезку это место Сюда, откуда его грезку себе Бьем пускаться туда вот он Да, видно Бурундучу нору, да, наверное? Бурундучу нору, наверное Разворошил Вот засранец Резать не будем Пойдем по озерам и пойдем, да? Да Андрей передыхает, а я нет Вот так мужики перекуривают А женщины Ходят Не снимая рюкзаков Чего издеваются, да? Да, да Чего издеваются Идите, мол, из остановки Жрут эти Насики меня Но я пока не сдаюсь Не хочу на комарник В нем вообще Дышать тяжело И ничего не видно Воздуха не видно Вот еще медведь-то рыл И вон, кстати, видно там Маленькая норочка А пока непонятно Вот здесь спуститься надо как-то Блин И вот так обходить По бережку Можно, конечно, подняться И там пройти Скосить немного поближе Вот сколько рыбки О, поплыла, поплыла Мальки Все стоят, они в дровах стоят Таким узито Когда-то пошевелит Теперь вот так идем Там опять березка была Мы шли по этим кустам Теперь К груму Но там опять вот такое Получится Может где-то обходить Пока идем Нормально вроде Ноги ломаем Почти Опа Как раз Ноги аккуратные Местность такая интересная Люблю такие места И видно, что это место Прямо дикое Место интересное Курум Курум-мурум Прошли там Так Надо смотреть вниз А не на камеру Кусты А сейчас вот опять Курум А под ним вода Такие места Такие места выглядят Очень красиво И дико Видно, что они такие все заросшие Что надо человеку наступало Никаких не троп Ничего Местами попадают Местами попадают Такие Как типа, знаете Небольшие тропочки Кажется Это звери Находили Потом раз Пропадают Только Обрадуешься Раз Опять Пропало О, опять по-моему Кусты Начинаются Вон оно Что Везде, по-моему Опять Сейчас придется Пойдем Пусть там Вшлепать Сколько шишки Молодой Прям еще Такая Зелененькая Много Мишани Еды Здесь А тут Мы как раз По его тропе Шли А тут Мишанин А тропа Сейчас не видно Будет на камере Надо было Сразу снимать Прям видно Что его следы Огромные Что он тут Часто Ходит Нет Сразу на них Наступаете Они как раз По ступенькам На них-то понятно А сверху-то Такая же Толстая ветка Места Мало Вот в этом месте Выше по ветке Надо было наступить По таким деревьям Тут они Говорит белая ворона Сама наверное Белая белочка Я не знаю Камера вот не передает А глазу видно Что вот Именно медвежья тропа Она вот такая Раз-раз Двойная такая идет Вот спустились К берегу Тут невозможно Проходить Решили посмотреть Можно ли пройти Не знаю Походу Вот тут что Кусти сплошные Либо верхом идти Либо по кустам ломить По воде не судьба Остановились Немножко передохнуть Гурзаки скинули Сейчас Тоже поднимаюсь Маленько ополоснуться Нам очки потом не забыть Как отдыхаю Сижу классно тут На этом пяточке Среди Курума и Ягеля красивое местечко ну как представишь что там дальше даже не охота представлять пока наслаждаюсь уже видами горами озером и вот этой красотой вокруг даже мухи мне не мешают наслаждаться вот отсюда такие виды открываются сидишь смотришь так вот на озеро на горы водичка журчит хорошо попытка номер два пройти по берегу не знаю получится ли это сомнения большие ну по крайней мере как-то полегче идти чем по рыбы по ходу это хариус мальки не факт я не разбирал пятнышко михаил точно да да давайте давайте часть убегает а все побегут вот я подошел они все а сейчас два пара штук вернулась обратно все равно говорит ладно говорит это хищник он прям прямо под озеро конечно все огромное мы тут вышли от такому ручейку можно водички попить набрать чистой мне что-то так лень рюкзак снимать даже не знаю мы решили искупаться все-таки становились вышли на такое получше место и вот тут хотим немножко занырнуть нам еще просто идти и идти хочется скупнуться все уже потные соленые пока солнце надо купаться что-то понятно Ой, какой мох тут мягкий. Вы не представляете, как здорово босиком по такому мягкому шурому мху ходить после того, как искупаешься в озере. Ой, вообще кайф. Кайф. С такой красотой. Так здорово искупаться, и сразу легкость такая в теле, легче становится намного. И уже готов дальше превозмогать по этой карликовой любимой березке. О, какая красота. Бабочки на циске. Набираю холодной горной воды. Да, нашли ключ небольшой. Я вот палку нашла. Когда нужна палка, я ее найду везде на природе. А не то, что трекинговые, все мне советуют. Вот тут скотч пикаленько. Дюглей завод. Дюглей завод. Короче, вот по этой жопе реально лезли-лезли. Это просто, если бы не рюкзак, еще я нормально лезю на рюкзак. А вот эти вот огромные ветви толстые, просто нереально, которые ни снизу, ни сверху. Снимать вообще нереально. Хотелось бы снимать там, где ползком ползешь, где, блин, лезешь. Это вообще ужас. Рюкзак переваливает. Ой, все как я люблю, в общем, на что я и подписывалась. В общем, вышли к берегу. Ну, а тут тоже где-то камни. А где-то вообще нереально пройти. Деревья стелятся низко. И из-за рюкзака не могу пройти, меня в воду откидывает. В общем, решили, что я сейчас плотинки снимаю. У Андрея это сапоги. И надеваю вот эти мои чешки с пальцами. Камни очень скользкие, надо будет аккуратно идти. Вода холодная. Ну, придется идти по воде, короче, как-то. Потому что, ну, это просто вообще... Даже не то, чтобы нереально. А мы просто уже вечер, а мы все не можем озеро никак обойти. Оно километров 10, это озеро. Очень долго идем. Медленно. Из-за вот этого всего. Камни скользкие. Вода холодная. Но насколько быстрее процесс. Я забыла палку, это печаль. Такая вода прозрачная. Видно, что даже вон улитка ползет по камню. Прям рожки даже видно. Но камни там очень скользкие. Главное, не навернуться, а то я и телефон укоплю. И рюкзак весь намокнет. А там и пауэрбанки, и все на свете. Ноги мерзнут, конечно. Если долго идти, можно окочуриться. Я поняла, что чем глубже я захожу, тем проще идти. Там камни крупные и очень скользкие. А чем подальше заходишь, они более мелкие и не так скользят. Но зато ногам сильно скользко. Вот, теперь я впереди Андрея. Потому что я могу заходить по юбку, а у него сапоги. Он выше сапог заходить не может. Такие дела. О, еще один источник. Прям такой хороший. Мне воды не надо, так бы набрала. Ой, тут вода прям чувствуется леденее сразу. Вообще прям леденющая. С гор течет, там вода холоднее, чем в озере гораздо. Ой, ноги вообще сейчас отвалятся. Они и так у меня замерзли уже. Ой, а здесь такая глубина. Прям резкая. Вообще туда страшно упасть. Сразу с рюкзаком утону. А нам, короче, чуть-чуть осталось вот завернуть. И там уже озеро заканчивается. Ну, кажется, что чуть-чуть. Мне кажется, что я вот тут сейчас, может быть, и не смогу пойти. Если будет сильно глубоко, придется в эту жесть опять выходить. Комары зажали, гады. Я вот палку нашла. Тут идти глубоко. Вот тут чуть-чуть вот осупишься и прям совсем глубоко. Поэтому палка нужна, чтобы и удержаться, и за одну глубину проверять. Вон я уже по самую юбку, можно сказать, зашла. А, уже даже... Камни скользкие надо аккуратно. Я больше всего... Больше всего боюсь уронить телефон и окунуть рюкзак со своими пауэрбанками. Переживаю, что до вас не донесу такую шикарную съемку. Такие шикарные дикие места. И мы тут... Мы не первопроходцы, конечно, этих мест. Но все же люди здесь бывают просто крайне редко. И только... Только заядлые таежники. Обычные походники-туристы здесь не бывают. В этом плане можно себя первопроходцами назвать. Ну, пора уже ноги сушить, наверное, вылазь. Да. Андрей мне уже так, потому что снял хорошо, я сразу так... Давай-давай, ноги выходи суши. Ну, ну, сейчас я вот так вот отдохну сначала. Я же почти вышла вон из воды. Так ноги-то в холоде, надо в тепло их. На солнышко. Просто отдубели в этой воде. Мне, кстати, вон лук растет. Я знаю. Нужно покушать. Ой, вот тут много. У нас передышка. Лучок растет здесь. Сейчас поедим лучок. Я, по крайней мере, точно. Передохнем маленько на бережку вот так. Ой, не вижу, что снимают. Солнце светит. Ноги маленько погреются. А то вода вообще ледяная. До конца озера вон осталось сколько. А там еще тоже непонятно, какая местность. Нам туда дальше, дальше, дальше. Не знаю, видно или нет. Рыбы много вообще. Майков этих. Блин, тут опасно снимать. Скользко очень. И вот эти камни такие красивые. Рыбы. Рыбы. Да, их ее прям тьма. Но я не могу подойти и поближе снять, потому что крайне очень скользко. Прям сопливые сильно камни. Опасно двигаться с телефоном. Во, вот здесь вот прям видно, что их прям тьма. Все в рыбах вообще прям. Много-много вон. Я сейчас пойду, и они, наверное, шуганутся. Ну-ка. Вообще. Представьте, сколько тут хариоза. Ого-го. Мальков этих, конечно, вырастет. Все, конечно, не выживут, но думаю, много здесь рыбы. Наконец-то я вылезла из этой воды. Ноги все горят. По-моему, даже об камень порезала ногу одну. Сейчас буду переобуваться. И, наверное, штаны надевать или в юбки пойти. В юбки вся обцарапаюсь, наверное. Короче, там я еле-еле прошла. Я сейчас шла вот последние, не знаю, сколько метров. Такими лилипутскими просто шагами. Потому что камни огромные, очень скользкие. Чуть что ногу подворачивает. Я с большим рюкзаком, меня шатает. Я боюсь в воду упасть. Потом даже у самого берега, там, в одном месте, было тяжело пройти. У меня юбка вот вся, вместе с трусами, все намокло. То есть, прям вот по самую сумку. Я очень боялась, что у меня в сумке телефон, что его замочит. Я думала, вообще там не пройду. Это реально капец. Кое-как там по огромным камням пришлось перелазить, чтобы ближе прям к берегу. И даже близко к берегу, мне по самой трусы воды. Вообще, это ужас какой-то. И там приходилось прижиматься к деревьям растущим рядом. И у меня вот с полной волосы. Сейчас вот стояла, чистилась. Вот этих иголок кедровых. Вообще, я потом не прочешу, наверное. И, кстати, вы говорите заплетаться в тайге. Если я заплетусь, еще хуже. Они вот эти вот все... Шелуха вот эта таежная, она прям в косичке, везде вот втыкается еще хуже. И потом ее вообще очень трудно вытащить. Из распущенных волос гораздо проще. И косички еще хуже, кстати, цепляются за всякие там деревья. Все, ладно, надо переодеваться, юбку мокрую снимать, выжимать все. И надевать ботинки. И дальше идти. У нас радость. Тут звериная тропа. Мы пока идем по ней. Нам хорошо. Ну, сколько она будет длиться. И насколько она будет легка, мы не в курсе. По крайней мере, пока нормально, красиво идется. Прошли уже озеро, идем. Вышли на более-менее нормальное место. И вот отсюда такой вид шикарный. Подходим к этим горам. Вот там вдалеке где-то водопадик. Слышно, может даже и видно. Подблизило немножко показать. Здесь горы. Такая красота. Вообще. Стоило все эту жесть пройти. И так упираться, чтобы вот это все видеть. Опа. И вот это видеть. Мишанин, следик. Очень красивый. Вот так он, наверное, шо. Это вообще звериная тропа. Мы вышли на ней, ведем, балдеем. Что дальше нас ждет, мы не знаем. Где встанем, тоже не знаем. Потому что... Ну, докуда дойдем. Докуда сил хватит и времени. До вечера. Хотя уже вечер. До туда и дойдем. И где-нибудь там встанем. У нас снова перерыв. Решили манго перекусить чуть-чуть. Только вот неудобно. Есть на камазнице вообще. Тут ручеек прям вот рядом. Мы лицо помыли, попили так хорошо. Вот. Все нормально. Какая химоверия. Пойдем тут поджумлим каким-то. Там по болотам сейчас шли. Ноги все вымочил. По кустам. По этому как-то. Мордохлысту. А теперь идем вот. Пофиг его знает, короче. И вот еще, пожалуйста, удалюхи. Мишени. И комары, блин, жрут. Даже в накомарнике. Это вообще просто трыбец. Все нормально. Все как обычно. Моя любимая тайга. Сижу вся тут в комарах. Они, по-моему, даже внутри, блин, у меня. А вот здесь такая красивая горячавка растет. Сейчас поближе ее сниму. Пушистая такая. У меня столько много бутончиков. Красота. Цвет, правда, какой-то нереальный передает. Она синяя. Тут какой-то фиолетом показывает. О, пожалуйста. Просто вообще. Просто сжирают. Вот чуть-чуть вот так остановишься, не шевелишься. Вот я, например, когда снимаю. Вот так все руки облепляют. Мы сейчас по такой жести шли. Просто нереально. Андрей попросил меня не снимать. Потому что мы могли потеряться друг от друга. Кусты были выше нас. И очень густые. Там даже два шага отстанешь. И уже непонятно, кто где идет. Поэтому снимать было нереально. И вот вышли наконец-то на открытое место. Идем по Мишаниной тропе. Ну, тут не только Мишаня. Тут и эти олени ходят. Северное видела там следы Мишанишки. Всякие какашки, следы Мишанина. В общем, звериная тропа. Идем ехать сейчас. Вот вышли. К какому-то ручью или к реке. Непонятно. Стоим, соображаем, что дальше делать. Куда идти. Я решила... Умереть здесь. Умереть здесь. Как там присказка-то? Умереть не встать, да? Да. Все. И больше дальше мне не придется никуда идти. Все. Прям посреди болота. Тут копать неудобно. Камни... Болото... Да зачем копать? Господи, даже копать не надо. Кто тут медведь найдет и съест? А, ну да, правильно. И медведю хорошо. Это сегодня будет ужин туриста. Но идти никуда не надо. Вообще. Уже будет пофиг, что комару здесь. Мы уже хрен знает сколько часов, блин, идем. Сколько километров. По такой жести. Просто капец. Березка не в рост. Где-то радовалась. Да, вот сейчас вот, да. А там-то... А ивняк там был. Просто ужас. Выше нас. Ну, сейчас будет дорога налаживаться. Сейчас все... Вода будет спадливаться. Все, сейчас меня сожрут опять. Ого... Все. Я уже хочу прям тут вот просто лечь. Все. Я понимаю. Нам надо где-то вот вон там пустысланника, вот там на бугорке на сухом. Лечь там, либо там, либо посмотреть оттуда, может чуть ниже. Вот если мы сейчас до границы зоны леса дойдем, вообще будет исключительно. Но на лес-то, правда, там далековато, скорее всего. Ну, в принципе, два часа у нас есть для темноя. И лучше лагерь пораньше разбить. Посмотрим сейчас. Если место попадется нам хорошее, то встанем. Ну, тогда встанем здесь, да? Потому что встанем здесь, да? Ну, потому что, чтобы засветло там все сделать, а не по темноте потом там делать. Сейчас вам подробности такие расскажу вообще просто. Попейте. Короче, сходить в туалет, это просто целая, не знаю, система какая-то должна быть. Но ее нет, к сожалению. Садишься и просто всю твою попу облепляют комары и слепы. А, и оводы еще. И не только поп, кстати. И вот так пытаешься сделать свои дела. Просто кошмар. Ладно, если только по-маленькому. Вот в такой красоте мы стоим. А то я из-за комаров чуть даже не забыла. Чуть не забыла снять такую красоту. Горы красивые. Поближе. Там еще выступают тоже шикарные пики. Представляете, как я радуюсь, когда попадаю вот на такие куру. Е-мое, е-мое, после этого, после этой жести, к которой мы идем, после этих всех кустов, калликовых берез, кивника, всего остального, болота всякого, корней. И вот выходишь на такой вот куру, на трост. Просто идешь и тейфуешь. И вот, все, кайф закончился. Пожалуйста. Блин, чуть-чуть не упало. Все. Надо прекращать, снимать, короче. И идти. А то я уже отставала там время. Ох, горы даже просвечивают. И почему я там не умерла? Нет. Решила дальше идти. Думаю, мне рано еще помирать. Еще есть порох в парафарицах. Надо идти. Ой, блин, ты-то. Лучше я Андрея потеряла. Еще не понимаю, куда идти. Еще где я, кто я. Что все это значит? Почему бы пацана была? Почему бы я порвала штанину, да. Какая-то жесть зашла. По-моему, Андрей не тут шел. Ага, слышу. О, да. Я не в ту сторону ушла. Простите за съемку. Просто загнула камеру. Блин. Блин. Что, я камеру загнула? О, жесть. Что, куда-то вышло? А! Все. Шок-контент. Все, я здесь буду спать. Пошло все нафиг, блин. Сейчас сдохла уже все. У меня и ноги не идут. Светиопады. Вон она, река. Что, блин? Намама. Там было озеро Намама, где мы купались и которым ушли очень долго. А это река Намама. А, блин, тут как скользко вообще под этим ягелем. Поэтому я и упала. Сейчас, наверное, туда спуститься надо к ней. И, может, мы там где-то уже лагерь найдем, где поставить. Короче, пошла следующая жесть. Тут вот такой обрыв. Не знаю, видно ли на камере. Там река течет. Нам надо как-то спуститься. Мы решили вот здесь как-то вот переть. А тут невозможный. Вот этот планик. Кедр. А там обрыв и скользкий ягер. Вот я сейчас Андрея снимаю. А меня некому будет снять. Поэтому я объясняю, что я сейчас полезу как-то так же. А снимать себя не смогу. Ё-моё, очередная жопа. В общем, мы из неё и не вылазили. Но мы залазим всё глубже. Вообще капец. Попытаюсь хоть что-то снять. Мне ещё из этого накомарника нифига не видно. А без него в нос, в глаза лезут муки, комары. Так, ну уж извините за съёмку. Тут нельзя уж красиво так снимать. Потому что, во-первых, я вообще не вижу, что я снимаю. Куда я вообще лезу? Вообще капец. Я не могу. Всё, я здесь останусь жить. Я не могу. Нет, могу. Здравствуйте. Я снова с вами. Я опять не могу. Нет, могу. Нет, опять могу. Блин, боже, только бы не упасть. Не знаю, что я там снимаю, но я стою, блин, на кедре. А там просто жопа подо мной. Я там еле пролезла. Ну, съёмка мешает. Ну, конечно. Снимать не надо сейчас. Короче, прямо вот здесь мы хотим поставить палатку. Вот сиди вот этих всех корней. Зато с видом шикарным. Потому что ставить просто негде. Просто вообще негде. Мы просто на горах никаких нет, чтобы поставить. Корни, корни, пусты. Такая вот вся ерунда. Вот. А я просто скинула рюкзак, села им пять минут передохнуть. Андрей уже злится, что я снимаю, короче. Его уже начало это раздражать. Короче, это всех раздражает. Если я с кем-то иду и снимаю, это всех раздражает. Всех, кроме таких же, как я. И дела. Поэтому много не получается снимать. Сейчас маленько посижу, надо расчищать и ставить палатку. Время полдевятого. Вот так я поставила палатку. Прямо среди вообще непонятно чего. Как бы её там не прокололо. Вот. Андрей пошёл за водой. Сейчас покажу, что. С другой стороны вид. Зато вот с таким видом палатка будет стоять. Едила. Вот Андрей воду набирает. Вот оттуда сверху мы пришли. Оказывается, мы сегодня перевал перевалили, который мы не ожидали. Он оказался какой-то не такой сложный, что мы даже не поняли, что мы его перевалили. Мы его завтра собирались переваливать. И хотели под ним встать. А оказывается, мы уже перевалили и уже дальше ушли. Вот. Не знаю, что мне делать. Я, блин, в свою палатку не люблю пускать кого-то. Андрей без палатки. Я ему хотя бы изначально говорила, что не буду пускать. Он говорит, ладно, ладно, так как-то переночую. Вы представляете, в горах какой дубак ночью. Как-то, блин, не по-человечески будет реально его на улице оставлять. Придется, наверное, в палатку пускать. Ладно, переживем, что теперь. Не наставлять же человека на улице, чтобы комары его зажирали. Или дождь, мало ли, что будет. Ночью вообще реально холодно очень. Мы камней набрали из Мишанины ямы, чтобы огородить, чтобы вокруг не загорелось ничего. Потому что тут сухого много очень. Может загореться. Палатка совсем рядом, получается, стоит. Вот так вот с видом, с таким. На реку у нас костер. Вот закатный. Горы закатные. Да. И горы такие красные уже. Закат уже. Часов девять сейчас. Холодает прям сильно. Вообще где-то непонятно где реально стоим. Люди вообще не ходят. Это просто реально прям супер дикие места. Сюда дойти вы сами видели. Это вообще жесть. И завтра так же еще идти. Решили рисовую кашку сварить. И у нас еще есть банка тунца. О, мы будем шиковать. У нас обед кашеварится. А я тут сижу, вот смотрите, какой камушек нашла, когда шла там по этой тайге ожопной. И прям лежит такое красивое сердечко. Я спросила у тайги, можно ли забрать. Она мне позволила и я взяла. Классная вообще. Мне же мало тяжести. Я решила добавить. У нас как-то разделение по еде. Я завтрак готовила, Андрей, ужин. Вот такой у нас деликатес, короче. Рис с вермишелью сварен. И тунец, и лук. Это ужин. Еще будет чай с вкусняшками. Вот стоит вода, греется на него. Комары еще тут. Каша вообще замечательная. Мясо. Субтитры сделал DimaTorzok Сижу у костра. Так хорошо. Зачем-то мы поставили воду. Только я не знаю, зачем. Мы уже наелись чаю, напились. Это просто вода. Может быть, зубы почистить, например. Сижу, греюсь. Даже неохота от костра уходить. Тут у костра тепло. На улице уже все дубак. Уже почти ничего не видно. Но чертами гор хорошо еще видать. Доброе утро, земля. Время 7.15. В палатке. Вообще так жарко. Солнце нагрелось. Я проснулась от жары. Андрей уже давно встал. Только строги на улице. Если бы не жара, я бы, наверное, еще бы не холодно. С такими видами просыпаешься. С таким звуком. Водопады, там, реки. Так здорово вообще. Надо срочно переодеваться. Потому что невозможно жарко. Спала вообще хорошо. Не замерзла ни капли ночи. Хотя ночь была холодной. Тут сейчас солнце вышло и стало тесно. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»